О завершении строительных работ на территории театрального сквера говорить еще рано, но радует то, что его благоустройство возобновилось. Тротуарная плитка выложена более чем наполовину. Строительные работы здесь начались еще весной, однако их пришлось приостановить в середине июня. При сооружении траншей под прокладку сетей водоснабжения и водоотведения рабочие наткнулись на кирпичную кладку. После археологических исследований, которые продолжались до начала сентября, выяснилось, что это остатки фундамента здания XVIII века, в подвале которого находился винный погреб. Помимо этого археологи уточнили границы западного рва Синбирской крепости и рва засеченной черты. Археологи просмотрели, зафиксировали. Также по их рекомендации было аккуратно засыпано это песком для сохранения. И, естественно, наблюдали они глубину проложения всех сетей. То есть тоже была ограничена глубина заложения электрических кабелей. То есть процесс ввел под их контроль, чтобы не нарушить объект трудного следия. Как сказала помощник губернатора по архитектуре и градостроительству Ольга Мельникова, информация об артефакте отразится на концепции благоустройства. Здесь появится небольшая пешеходная дорожка, которая будет выложена клинкерным кирпичом, уложенным под разными углами. Сама дорожка будет ориентирована ровно так же, как была ориентирована стена, найдена археологами. У старта этой дорожки, она совсем небольшая, будет метр на метр квадратная гранитная табличка, на которой будет два плана. План Симбирска с частично утраченными объектами и план современный, который мы знаем. Кроме того, вдоль дорожки установят три небольших светильника, на двух из которых появятся информационные таблички, рассказывающие о том, что же здесь нашли и чем цена в части археологического исследования данная территория. На территории сквера практически нет типовых решений, все малые архитектурные формы уникальны. И каждый из этих элементов согласован с подрядчиками, заказчиками, архитекторами по цвету, форме и радиусам. Был даже такой случай, когда обсуждали с разработчиками, с будущими исполнителями чаш бассейна. У нас водяные чаши вот здесь вот по длинной, продольной стороне сквера. Выяснилось, что на территории сквера должен где-то появиться инженерный объект, скажем так, труба, связанная с работой, с необходимостью обеспечения работы охлаждения этих бассейнов. И вот ребята дополнительно из Мегабудки разработали дизайн этой трубы, для того, чтобы он не был на территории сквера, скажем так, гостем. Дополнительно к липам, которые здесь растут, будут высажены еще 15 больших лип. Под них уже обозначены специальные квадраты по одной стороне периметра вдоль дорожки. А параллельно им с другой стороны дорожки запланированы ручейки, вытянутые прямоугольные чаши бассейнов. Круглый бассейн появится около входа в театр. Сейчас под него расчищают площадку и формируют чашу. Предполагается, что внутренняя сторона бассейна будет спускаться к воде в виде амфитеатра с лавочками. Напротив театра запланирована входная парадная зона, оформленная 20 краснолистными кленами. По словам Шамиля Вахитова, клены высотой около 4 метров и в диаметре около 20 сантиметров ждут своего часа в питомнике. Естественно, клены сажаться будут в зиму, поэтому в этом году красных листьев жители уже точно не увидят, а вот в следующем, надеемся, что будет очень красиво. И в этом же квадрате будут расположены афиши с двусторонними рожками и с лайтбоксами, для того, чтобы город, Министерство культуры, возможно, даже драмтеатр могли устанавливать туда симпатичные информационные доски. Все строительные работы рассчитывают завершить в ноябре.